Большинство потребителей информации не могут отличить правдивость данных, особенно во время стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, политических событий. В социальных сетях и мессенджерах появляется все больше и больше ложных сообщений. Согласно нашему законодательству, за распространение фейковой информации предусмотрено наказание. Тем не менее, многие люди не знают, что за подобные деяния они будут привлечены к уголовной ответственности. За распространение недостоверной информации в Казахстане предусмотрено наказание от уплаты штрафов в сумме 20 МРП до 7 лет лишения свободы. Распространение дезинформации стало рассматриваться в виде преступления после принятия нового уголовного кодекса в 2015 году. Одним из главных условий состава преступления является причинение распространяемой информации существенного вреда обществу гражданам. То есть, распространяемая информация может вызвать резонанс. В связи с инцидентом в Арысе в 2019 году за распространение ложной аудиозаписи в чате WhatsApp Туржин Шасаноп Бастауш Миктебе, житель Арысе приговорен к 3,5 годам лишения свободы, поскольку он полностью признал свою вину, и благодаря процессуальному соглашению ему не было назначено наказание в виде лишения свободы. Также было и такое дело, когда гражданина приговорили к 2 годам лишения свободы. А все потому, что он опубликовал в Facebook фотографии, назвав их «митинг к Заларде», при том, что они не имели никакого отношения к этому событию. Отметим, что распространение дезинформации не ограничивается статьей 274. Распространители фейков наказываются по нескольким статьям Уголовного кодекса. В судебной практике встречаются и нестандартные случаи. Распространение дезинформации не ограничивается статьей 274. Распространители ложной информации наказываются по нескольким статьям Уголовного кодекса. Статья 174. Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной разни, на оскорбление национальной чести и достоинства, либо религиозных чувств граждан, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, или сетей телекоммуникации, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Чтобы не быть привлеченным к ответственности за распространение фейков, гражданам советуют не делиться со своей аудиторией непроверенной информацией. Ведь наказание предусматривается не только за публикацию ложной инфы в СМИ, в социальных сетях, а также за распространение в небольшой группе в мессенджерах. Данасамат Нұрхадыр Румхан, Бақсары Саубаев, Семсем Нос.